Великой армии С Наполеоном шли не только французы, но и итальянцы, немцы, австрийцы, швейцарцы, хорваты, поляки, испанцы и португальцы. Никогда прежде Россию не атаковала такая армада. Но пока о вторжении знают немногие. Страна живет по законам мирного времени. В Московском Кремле готовятся перенести в новое специально построенное здание сокровища оружейной палаты. Экспонаты описывают, реставрируют. Этой непростой работой руководит опытный государственный деятель, главноначальствующий над экспедицией кремлевского строения Петр Степанович Валуев. Петру Валуеву 69 лет. Он начинал ординарцем Петра Третьего, воевал в Польше, громил турецкий флот в Средиземном море. Служил камергером при дворе Екатерины II. Проще говоря, был близок к российским монархам. Он организовывал похороны Екатерины Великой, перезахоронение Петра Третьего, коронацию Павла I. Валуев – опытный царедворец. У него есть все, что необходимо государственному человеку. Талант, воля, связи, умение руководить. 1812 год стал блистательным венцом его долгой карьеры. Без его деятельности, без его усилий оружейная палата просто не сохранялась, потому что мы сейчас не имели бы то, что именно здесь, в Крымле, в музее. Сотрудники оружейной палаты и директор Валуев, который был назначен не так давно возглавлять музей оружейную палату, сыграли огромную роль в том, чтобы сохранить памятники, которые входили в то время в состав оружейной палаты. В России, по словам Льва Толстого, ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления которой император приехал из Петербурга в Москву. Общего плана действий не было. Из множества предложенных вариантов толком не могли выбрать единственный. Отечественные и Великые Отечественные войны похожи. В обоих случаях вторгшийся в страну враг, опрокидывая русские войска, стремительно захватывал города. Неприятель двигался так быстро, что в его руках оказывались значительные трофеи. И в 1812 и в 1941 командование стояло перед сложным выбором. Новость о сдаче города деморализовывала войска и гражданское население. Оборона часто оборачивалась беспорядочным бегством, эвакуацию проводили наспех в последний момент, и это множило жертвы. 15 июня 1812 года новость о вторжении Наполеона публикуют московские ведомости. Там же помещают манифест Александра Первого. Я не положу оружие, доколе ни одного неприятельского воина не останется в царстве моем. Для Валуева и его огромной семьи, а у него 9 детей, война имеет и личную окраску. Его сын Петр Петрович Валуев служит поручиком в кавалергарском полку, состоящем в 1-й русской армии Барклая-де-Толли. Именно эта армия первой и примет на себя удар полчищ Наполеона. Но пока вестей о сыне нет, французов от Москвы отделяют тысячи километров, а Валуев занят любимой работой. До его назначения на высокую должность в Кремле национальные реликвии, среди которых троны Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых, шапка Мономаха, скипетры и державы российских государей, пребывали в небрежении. Он сделал музей, в котором должны были храниться и представляться публике регалии русского государства. Ценнейшие вещи, которые олицетворяли нашу державу и род императорский. Это теперь все царские регалии – главные экспонаты музея. А в ту пору Валуев докладывает императору с явной тревогой. Ныне в крайне утесненном и сыром месте хранятся русские сокровища. В начале XIX века не существовало никаких стандартов и методик охраны памятников, поэтому Валуев стремится навести элементарный порядок. Это он настоял на первом описании экспонатов. К 1812 году Кремль предстал во всем великолепии. У Валуева особый дар. Он умеет находить трудолюбивых, талантливых подчиненных. Умеет добиваться для них чинов, наград. Ближайшие его соратники – Петр Поливанов и Дмитрий Киселев – буквально осыпаны благами. С 1711 года русская армия целый век не знала поражений. Столетнюю череду русских побед остановил Наполеон Бонапарт. Он побеждал русских под Устерлицем и Фридлендом. К 1812 году силы и славы Наполеона достигли апогея. Все европейские державы, кроме России и Британии, были оккупированы французским императором, либо сами присягнули ему на верность. Бонапарт казался несокрушимым. Еще до того, как Наполеон напал на Россию, сразу у нескольких русских военачальников, в том числе Барклая де Толе, возник так называемый «скифский план ведения войны». Победить не в открытом бою, в котором французский император не проигрывал никогда и никому, а заманить его полчища вглубь России, где им не избежать голода, холода и внезапных казачьих набегов. Были, однако, и те, кто предстоящей войны не опасался вовсе. Губернатор Москвы в буквальном смысле собирался закидать французов шапками. Вдруг в Москве пронеслась молва, что Наполеон с огромную армию приближается к нашей древней столице. Поднялась суматоха в городе, а московский главнокомандующий граф Ростопчин начал для успокоения взволнованных жителей выдавать печатные афиши. Кружки разных сословий с озабоченными лицами собирались на улицах, на площадях, оставляя свои занятия, читали афиши Ростопчина и недоверчиво и с грустью спрашивали «Что-то будет с нами?». Всем более или менее известны те афиши, которыми Ростопчин убаюкивал страх и ужас жителей и старался уменьшить в глазах народа опасность, говоря ему «Шапками закидаем неприятеля». Граф Федор Иванович Ростопчин. 45 лет. Апогей его карьеры эпоха Павла I. Страстный патриот, националист. Он не одобрял либеральные реформы Александра и пребывал в опале. Угроза войны с французами вернула его из политического небытия. 24 мая 1812 года Ростопчин назначен военным губернатором Москвы. Там и сям прохожим раздают ростопчинские афишки – военно-политический лубок. Война губернатору видится недолгой, Наполеона он обещает уничтожить при помощи воздушного шара. Валуево Ростопчин не выносит на дух, считая его интриганом и листецом, но у того железный тыл. Его успехами доволен император. Александр I награждает Валуева орденом Владимира I степени и жалует ему подмосковное имение в 3010 на земле. Ростопчин вынужден стерпеть оплеуху. Ростопчинские афишки Валуев откровенно презирает. Беспечность видится ему преступной. Как опытный политик он понимает – и Москве, и руководимой им оружейной палате грозит неминуемая гибель. Наполеон грабил завоеванные страны. Его страстью была богатейшая коллекция Лувра. 11 июля 1812 в Москве получено воззвание императора к первопрестольной столице. Неприятель вошел с превеликими силами в пределы России, да не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу. После этих слов всякому понятно, что Москва в опасности. В тот же день император и сам приезжает в Москву. После полуночи 12 июля он в Кремле, заполненном толпами горожан. Из Успенского собора его едва не выносят на руках ликующие подданные. 16 июля французы захватывают Витебск и выходят на Смоленскую дорогу, ведущую их прямо к Москве. Понимая, что счет пошел на дни, 18 июля 1812 года Александр I лично инспектирует оружейную палату. 1812 года, июля 18 дня, четверток, в присутствие мастерской оружейной палаты прибыли господа и кавалеры Дмитрий Иванович Киселев и Иван Петрович Поливанов по полуночи в 7 часов. Всего же дня в 7 часов по полуночи его императорское величество, всемилостивый высший государь-император, соизволил удостоить высочайшим своим присутствием гранавитую палату, а потом соизволил удостоить монаршим посещением древние царские чертоги, и обозрев хранящиеся в них государственные регалии и другие достопамятные вещи. Скипетр и держава Петра Великого, шапка Мономаха, святыни, дорогие сердцу каждого россиянина, символы монархии, страны и ее тысячелетней истории. Сама мысль о том, что эти символы попадут в руки врага, невыносимо. Что такое, если в руках французского императора оказываются регалии, регалии русских царей, знаки, символы власти, которыми венчались на царство, а потом короновались русские цари и императоры в течение столетий. Это мощный символ победы, видимый знак и огромное национальное унижение, можно сказать, оскорбление. О возможной сдаче Москвы вслух не говорят, и все же с участием императора проводят срочное совещание. На нем решают, как действовать в случае приближения неприятеля. Опасаясь паники, москвичам не сообщают и половины правды. Город замирает в ожидании. Ростопчин очень решительно заявил, что он не позволит эвакуировать оружейную палату, пока войска Наполеона не придут в Вязьму или на расстояние подобное этому. Но и тогда, когда они пришли в Вязьму, он все равно не дал распоряжения. Между тем, 8 августа 1812 года Наполеон занимает Смоленск. 13-го бои идут под Дорогобужем, 15-го под Вязьмой. 17-го августа в армию прибывает новый главнокомандующий Михаил Кутузов. Он готовит войска к решающему сражению. У Валуева на фронте множество родных и близких людей. Да и с Кутузовым они знакомы уже полвека. Опытный сановник понимает, битва едва ли что-то решит. Угроза Москве возрастает. Для французов Смоленск вход в ловушку. Наполеона заманивают на бесконечную враждебную дорогу. Где расстояния невероятны, европейские правила не действуют, да и самих дорог-то по сути нет. Зато впереди Москва, а в ней удобные квартиры, новый урожай, а главное сокровища русских царей. Между тем Ростопчин всеми силами препятствует эвакуации Москвы. В голове его зарождается план. Если столицу не удастся отстоять, ее надо будет придать огню. Не все события в нашей истории оставляют после себя точные документальные данные. То же самое и здесь. Многие приказы отдавались ведь устно. Но есть документы, я вполне им доверяю, что действительно Москва была поддержана по указанию графа Ростопчина. И что этот жест был жертвенный жест. Еще в июле, находясь в Москве, император отдал Ростопчину распоряжение. Готовится вывезти из города все самое ценное. Валуев со свойственной ему настойчивостью, доходящей до занудства, просит Ростопчина дать указания об эвакуации кремлевских сокровищниц. Без такого документа ни один транспорт не может покинуть Москву. Даже лошадей под воду никто не выдаст. Губернатор медлит. Он считает, что царские регалии и особо почитаемые иконы кремлевских соборов должны оставаться в Москве. Всеми силами он показывает, что городу ничто не угрожает. Не только эвакуация, но и подготовка к ней вновь откладываются. Он боялся даже эвакуировать резницу. Боялся, что когда народ узнает, что из Москвы вывозятся иконы, которые, по идее, должны защищать Москву, чудотворные иконы, начнется бунт. Он тянул, он медлил. И, собственно говоря, огромная заслуга Валуева именно в том, что он без разрешения Ростопчина, вопреки его желанию, начал эвакуацию еще 12-го. Валуев тем временем понимает, собраться и выехать в одночасье невозможно. К этому необходимо приступать прямо теперь. Спасая оружейную палату, он принимает ответственность на себя. Пока Ростопчин уверял москвичей, что древнюю столицу врагу не сдадут, искал шпионов среди московских иностранцев и тратил время на строительство боевого аэростата, призванного уничтожить армию Наполеона. В Кремле кипела работа по подготовке экспонатов музея к эвакуации. К этому времени уже трудно было мастера найти, чтобы сделать ящики. Валуев дал свои 500 рублей, чтобы оплатить работу этих мастеров. И работу начали. И через день-два те, кто работал, сотрудники оружейной палаты, ты уже прекрасно поняли, что речь идет не о переезде, а именно о эвакуации. Все экспонаты оружейной палаты были упакованы всего-навсего за 9 дней. 21 августа Поливанов доложил, что упаковка всех экспонатов оружейной палаты, подлежащих вывозу, закончена. 15 августа французы подошли к Вязьме, рубежу, назначенному самим Ростопчиным для начала вывоза ценностей из Москвы. Решение об эвакуации так и не последовало. Понимая, что дальнейшее промедление гибельно для оружейной палаты, Валуев требует у Ростопчина предоставить ему лошадей, обозы и деньги для вывоза сокровищницы. На другой день, около сумерек, по распоряжению графа Ростопчина, приведены были подводы с телегами и дрогами. Поставили на них ящики с вещами, составили им списки, разделив их на 5 отделений. Над каждым отделением назначен был начальником особый чиновник, но всем заведовал сам Поливанов. Когда все было приготовлено к отъезду, явился к нам верхом плацмайор от коменданта и повел нас к коломенской заставе. В путь тронулись 18 сотрудников оружейной палаты во главе с Поливановым, 20 солдат-инвалидной роты, два унтер-офицера и один офицер. Весь смысл такой небольшой группы был именно в том, что ни у кого не будет информации, что это за груз. Двигались под прикрытием. Легенда была, что перевозится груз военной амуниции. 24 августа началась Бородинская битва. 25-го кавалергарский поручик Петр Петрович Валуев вступил в строю своего полка в бой. Третья атака французов на знаменитую батарею Раевского. В бою полк потерял 14 офицеров, среди которых был и 26-летний Петр Валуев. Поле боя осталось за французами. Русская армия продолжала отступать к Москве. 27 августа транспорт Поливанова прибыл в Коломну, где его уже дожидались три баржи. Предстоял долгий путь в Нижний Новгород. Приехав в Коломну, мы немедленно поместили наш транспорт на приготовленные барки. Поливанов поручил наблюдать за ними капитану с его командой, а сам отправился в город, чтобы получить какое-нибудь сведение о Москве. Мы узнали, что после сражения при Бородине наша армия отступила. Это заставило нас поспешить сесть на барки и отправиться в Нижний Новгород. Есть легенды, что они уже видели французские разъезды, которые скакали по берегу. То есть еще один-два дня, и я боюсь, что мы не имели бы оружейную палату в том виде, в каком мы имеем ее сейчас. Для России это был первый опыт музейной эвакуации. Действительно эвакуировалась оружейная палата и эвакуировался эрмитаж, но мы эвакуировались в совершенно разных условиях. Мы эвакуировались под прямой угрозой в условиях приближения неприятеля к Москве, когда, извините, каждый час был дорог. Вот отплывали барки от Коломны, и на следующий день там уже перехватывали барки французы. Между тем, только 1 сентября на знаменитом Совете в Филях после долгих споров принято непростое решение сдать Москву и отвезти войска еще дальше вглубь России. Город, убаюканный уверениями Ростопчина, оказывается к этому не готов. В Москве воцаряется паника. Начинается массовый, плохо подготовленный исход. Повозок и барш не хватает. 23 барки садятся на мель и перекрывают фарватер Москвы-реки. 13 приходится сжечь, 7 достаются французам. По словам генерала Ермолова, переправы, тесные улицы, большие за армией обозы, резервные артиллерии и в то же время толпами спасающиеся жители Москвы до того затруднили движение войск, что армия до самого полудня не могла выйти из города. В результате из Москвы не вывезли большую часть арсенала. Десятки тысяч ружей, тысячи пистолетов, пушек, мушкетов, боеприпасы. Брошены были библиотеки, рукописи, в том числе единственный подлинный список слова о полку Игореве. Потрясенный смертью любимого сына, Валуев тем не менее продолжает образцово выполнять свой долг. Только 30 августа вместе с оставшимися подчиненными по кремлевской экспедиции он выезжает во Владимир. Все сотрудники и сокровища оружейной палаты спасены от врага. 2 сентября 1812 года, когда баржа с имуществом оружейной палаты еще грузились в Коломне, войска Наполеона входят в Москву. Своей резиденцией император избирает Кремль. В это время Московский Кремль является частью города. То есть, это часть города вполне, скажем так, органичная. И здесь находятся два монастыря, в которых живут монахи-монахини, чудов Вознесенский монастырь. Здесь находится комендантский дом, здесь располагается московский гарнизон. То есть, если мы говорим о том, насколько реально было располагаться в Кремле, да, действительно, помещение здесь возможно было найти. Но, конечно, здесь находился дворец, и это было для Наполеона самым главным, потому что, конечно, он стремится занять резиденцию. И это прежде всего. Он стремится занять резиденцию, не просто резиденцию, а вековую резиденцию русских царей. Участь Москвы предопределил скифский план, принятый, в конце концов, русской армией. Города перед приходом Наполеона подлежали уничтожению. Такова была судьба не только Смоленска, но и Можайска, Вязьмы, а потом и Первопрестольной. Не мой свидетель той трагедии. Карманные часы адъютанта Ростовчина, поручика Обрезкова, по которым сверяли время поджога. Из письма Ростовчина Багратиону 1812 года, 12 августа. А народ здешний, по верности к государю и любви к Отечеству, решительно умрет у стен московских. И если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу «не доставайся злодею», обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица. Осем недурно ему и знать, чтобы он не считал на миллионы и магазины хлеба, ибо он найдет уголь и залу. Стоило бы Напарту въехать в Кремль, как через несколько часов Москва загорелась. Сначала занялось пламя в Китай-городе, следом полыхнули Таганка и Замоскворечье. Наполеон в полной растерянности восклицал, какое ужасное зрелище! Это они сами! Сколько дворцов! Какое необыкновенное решение! Что за люди? Это скифы! Зарево пожара было видно за 150 верст от Москвы. Его видели солдаты армии Кутузова на Рязанской дороге. Они совершали в этот момент знаменитый Тарутинский маневр, заходя во фланг Наполеону. В Рязани, куда прибыли баржи с имуществом оружейной палаты, пожар Москвы наблюдают Петр Поливанов и его подчиненные. Московский пожар продолжался 7 дней. Сгорело две трети всех жилых домов, почти половина церквей, 8 тысяч лавок и складов. В огне погибли тысячи русских раненых, оставленных в городе. Были уничтожены университет, библиотека Бутурлина, Петровские и Арбатские театры. Сгорели рукописи «Слово о полку Игореве» и Троицкой летописи. В сокровища оружейной палаты тем временем плывут пайки в Нижнюю. Путешествие протекало не без приключений. То чиновников оружейной палаты арестовывали, как французских шпионов, бдительные местные жители, то баржи садились на мель. Даже в собственном тылу, казалось бы, в безопасности, команда Поливанова действовала, как боевой спецназ. Местные их воспринимали не очень хорошо, именно потому, что их принимали за отступающую воинскую часть, которая оставляет Москву, бежит. Они воспринимали их именно как солдат, уходящих с поля боя. Далеко за нами оставалась Москва. Но мы все еще не могли успокоиться за транспорт. Все мы день и ночь расхаживали по палубе с саблями и заряженными ружьями в руках. Сменяли один другого для отдохновения. Инвалидные же солдаты, при нас находившиеся, всегда были на палубе безотлучно с нами. И все же 11 сентября караван миновал Касимов, 16-го – Муром, 22 сентября баржи с оружейной палатой прибыли в Нижний Новгород. 2 октября экспонаты помещены под караул, 3-го – в опечатанные кладовые. Сожженную Москву французы принялись систематически грабить. Как писал Наполеон, армия нашла множество богатств разного рода, так как в этом беспорядке все занимаются грабежом. Солдаты молодой гвардии посетили захоронение царей в московском Кремле. 15 сентября их сменили солдаты старой гвардии. Да, конечно, они вели себя здесь как захватчики, как, наверное, любая захватческая армия, которая должна была принести идеалы революции на своих штыках в захваченные города. Кремлевские соборы были ограблены. В частности, мы знаем, что пропало огромное количество золотых и серебряных предметов, которые находились там. Французы искали государственные регалии для того, чтобы увезти их с территории страны. Но благодаря вот таким самоотверженным действиям сотрудников оружейной палаты ни один экспонат музея не попал в руки французов. Оставшиеся сокровища Кремля французы предполагали вывезти в Париж централизованно. Серебряные и золотые изделия перелили в слитки. По распоряжению Наполеона из кремлевских соборов вывезли всю утварь. В 23-м бюллетене Великой Армии сообщается. Знамена, взятые русскими у турок во время разных войн, и многочисленные иные вещи, бывшие в Кремле, отправлены в Париж. Найдена Мадонна, украшенная бриллиантами. Она также отправлена в Париж. Сняли с колокольни и пытались увезти даже крест Ивана Великого, чтобы водрузить на доме инвалидов. Ободрались с него по золоту и бросили. Слишком тяжелый. Наполеон сам приходит в ужас, увидев, во что превратилась его армия, уже через несколько дней после пребывания здесь в Москве. И, конечно, вот этот вот, скажем, жест бессилия, злобного бессилия, стремление взорвать Кремль, Наполеон предполагал, что весь Кремль залетит на воздух. Это говорит о том, что он уже понимал, что его идея, его план, та, скажем так, схема поведения, которая удавалась в других столицах мира, которую он завоевывал, здесь, в России, здесь, в Москве, она не реализовалась. Он ждал бояр с ключами. Ни бояре не явились, ни ключи ему не принесли. Он писал письма Александру с предложением мира. Александр не отвечает ему, и вот, скажем так, та схема поведения, которая до сих пор в его завоеваниях работала, она не срабатывает в Москве. И поэтому вот в этом жести отчаяния, в этом жести злобы он приказывает Кремль взорвать. Для Наполеона Москва оказалась ловушкой. В ней не было ни продовольствия, ни зимних квартир. Земля в буквальном смысле слова горела под ногами. Вышкаленная французская армия превратилась в сборище мародеров. Наполеон велел забрать бриллианты, жемчуг, золото и серебро, которые были в церквах. Он велел даже снять позолоченный крест с купола Ивана Великого. Говорят, что мотив, заставивший его снять этот крест, был тот, что у русских существовала пословица. Если имелась в виду какая-нибудь невозможная вещь, то говорили, это так же верно, как то, что крест с Ивана Великого отправится в Париж. Он захотел доказать обратное. У русских была еще пословица, вытекавшая из того мнения, что Кремль никогда не был и не может быть захвачен. Чтобы показать, что какое-нибудь место или дом вне всякой опасности, говорили, там находишься в такой же безопасности, как и в Кремле. Поэтому Наполеон велел вывезти все трофеи из Кремля. Ими нагрузили 25 телег. 23 сентября французы начинают эвакуировать из Москвы госпитали. 27-го потянулись обозы с награбленным. Но окончательное решение покинуть город Наполеон принимает 6 октября, когда узнает, что французский арьергард потерпел поражение в бою под Тарутино. В ночь с 6 на 7 октября 1812 года Наполеон приказывает выступить по Калужской дороге. В Москве с молодой гвардией на некоторое время остается генерал-губернатор маршал Мартье, которому Наполеон отдает приказ уничтожить остатки арсенала, поджечь магазины, казармы, все публичные здания, Кремлевский дворец и положить порох под кремлевские стены. С уходом последних французских войск Кремль должен быть уничтожен. Это был символический жест. Точно так же, если мы верим в то, что москвичи подожгли Москву по приказу графа Растопчина, что было символическим актом, что Москва не сдана, а ее просто нет. Поэтому это не является национальным позором. То же самое это ответная мера со стороны Плеона. Кремля больше нет. Чудовищными взрывами были разрушены арсенальные, водовзводные и частично Никольские башни. Сильно пострадали прилегающие к ним стены Кремля, арсенал и горновитая палата. Большинство сооружений в Кремле разрушить все-таки не удалось. Начался сильный дождь. Рискуя жизнью, москвичи пытались тушить уже зажженные фитили. И в нескольких случаях это удалось. Прежде всего, это было переднамеренное желание нанести удар по сердцу российской государственности. Подрыв, который собирался осуществить генерал Мортье предполагал уничтожение многих и многих зданий. И взрыв уничтожил звонницу патриарха Филарета, построенную для Большого царя Колокола, английским мастером. То есть удар был нанесен по сердцу ансамбля. 5 октября 1812 года авангард русских войск под командованием генерала Иловайского смял венгерских гусар в непродолжительном, но упорном бою у Петровского дворца и вошел в Москву. Кавалеристы и местные жители тотчас приступили к тушению пожара. Из документа эпохи. Каждый шаг наполеоновских европейцев в России был ознаменован грабительством и святотатством. В алтарь Успенского собора втащена была мертвая лошадь и положена на место выброшенного престола. В Архангельском соборе грязнилось вытекшее из разбитых бочек вино. Была набросана рухлядь, выкинута из дворцов и оружейной палаты. Еще не стихло эхо войны, а в Москве уже готовится к возвращению оружейной палаты. 8 октября Валуев просит предоставить ему строительные материалы для ремонта здания. 30 октября чиновников оружейной палаты командируют в Москву. Оценить масштаб ущерба. Из записок Александра Христофоровича Бенкендорфа. 10 октября 1812 года мы вступили в древнюю столицу, которая все еще дымилась. Моей первой заботой было поспешить в Кремль, в метрополию империи. Я вступил один с офицером в собор, который видел только во время коронации императора блестающий богатством и наполненным первыми сановниками империи. Я был охвачен ужасом, найдя теперь поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя, и убедился, что состояние, в котором он находится, необходимо было скрыть от взоров народа. Мощи святых были изуродованы, их гробницы наполнены нечистотами, украшения с гробниц сорваны. Образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты. Все, что могло возбудить или ввести в заблуждение алчность солдата, было взято. Алтарь был обракинут. Бочки вина были вылеты на церковный пол, а людские и конские трупы наполняли зловонием своды, которые были назначены принимать ладан. Я поспешил наложить свою печать на дверь и приставить к входу сильный караул. 12 октября 1812 года французы не смогли пробить русский заслон у малой ярославцы и начали отход к Смоленску. Партизаны и казаки превратили их жизнь в настоящий ад. Наступившие холода окончательно добили некогда великую армию. Москву покидали 110 тысяч человек, до берегов Березины не дошло и половины. Наполеон еще двигался к Смоленску, когда Валуев отдал распоряжение командиру инвалидной роты полковнику Ширяеву готовиться к возвращению оружейной палаты в Москву. Меж тем украденное в Москве становилось для французов лишней обузой. Кареты, телеги, щегольские дрожки, полные награбленного добра, двигались все медленнее. Задачу осложняло отступление артиллерии. Пушки, если и бросали, то предварительно покалечив, по пятам шла русская армия. Этот арсенал с вензелями Наполеона и монарших домов всей Европы вскоре ляжет у стен Кремля. После окончания войны император Александр I повелел установить в Кремле орудия, которые участвовали в Бородинском сражении и других важных сражениях, которые проходили на территории нашей страны. И Кремль таким образом сам стал памятником войне 12-го года. Александр I, конечно же, хотел превзойти знаменитую Вандомскую колонну. Очень воодушевлена этой идеей была и сестра императора Александра I, Екатерина Павловна. В одном из своих писем брату она писала, что мне очень нравится ваша идея с артиллерийским монументом. Единственное, что я хотела бы, чтобы в его основании была могила Наполеона. Ну, Наполеон остался покоиться в доме инвалидов, а пушки так и остались лежать у стен Кремля. 28 октября ликующий Валуев сообщает в Петербург оберпрокурору Синода князю Александру Голицыну о своем возвращении в Москву. 14 ноября в Кремль направляется столер Герц, чтобы осмотреть и восстановить витрины в вооруженной палате. 4 декабря Валуев приказывает Поливанову перевезти сокровища из Нижнего Новгорода во Владимир. Опыта эвакуации произведений искусства в то время не существовало. Все было сделано с удивительным чувством сопричастности к тому, что вывозятся отсюда драгоценнейшие святыни. Все было в идеальном виде возвращено обратно. 21 декабря 1812 года в Вильно Михаил Кутузов издает приказ об изгнании неприятеля и спасении Отечества. Война окончилась за полным истреблением неприятеля. Не последуем примеру врагов наших в их буйстве и министовствах, унижающих солдата. Будем великодушны, положим различия между врагом и мирным жителем. Не порабощение их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России. Несмотря на все те ужасы войны, которые пришлось пережить русским людям, несмотря на все те опустошенные деревни, опустошенные города, которые оставляли за собой французские войска, то, естественно, французы никогда не скажут о том, что это была позорная история, о том, что была война и сколько бедствий наполеонские войны принесли России, и не только России, но и всей Европе. 30 января обоз с оружейной палатой прибыл во Владимир. 16 июня 1813 года после года скитаний сокровища оружейной палаты возвращаются в Кремль. Немногие пережили утрату Москвы, то есть еще и психологически это было, видимо, так трудно, что тот же Петр Степанович умер в 14-м году, видимо, тоже не пережил вот этих моральных страданий, которые были вызваны пожаром Москвы, ну и, конечно, личная, так сказать, беда, смерть, гибель сына при Бродинском сражении, все это было тяжело. С грустью оглядывали Поливанов и его подчиненные, сгоревшую Москву. Следы пребывания французов видны были всюду и прежде всего в Кремле. Потрясение было настолько сильным, что многие от него так и не оправились. Филаретова пристройка колокольни Ивана Великого, арсенал, водовзводная башня лежали в руинах. Железные решетки взрывом унесло в Москву реку. Выгорели интерьеры Кремлевского дворца и Грановитой палаты, но уже кипела работа по воссозданию разрушенного. И вскоре по проекту Константина Тона буквально из пепла восстал Большой Кремлевский дворец. Объединив сразу несколько эпох, Грановитую палату, Владимирский и Георгиевский залы, Теремной дворец, в Кремле воздвигли один из самых красивых памятников Победе. Менее чем два года спустя русские войска в составе войск антинаполеоновской коалиции вошли в Париж. По иронии судьбы, в защите и капитуляции столицы Франции участвовал маршал Мартье, тот самый, что выполнял приказ Наполеона об уничтожении Кремля. Казаки атамана Платова на Елисейских полях. Вплоть до 1818 года остается во Франции русский оккупационный корпус. Ни мести победителей за разграбленную Москву, ни актов насилия и вандализма отмечено не было. Русская армия вела себя достойно великой державы, и французы оценили благородство победителей. Русскому генералу Фабиану Остенсакину, на него были возложены обязанности генерал-губернатора, от имени всех граждан Парижа городской совет преподнес роскошный гарнитур работы великого французского оружейника Николя Буте в знак признательности за безопасность и спокойствие. Подарок сопроводили официальным документом Совета Сенатского департамента с благодарностью всех горожан за бережное отношение, с которым русская армия отнеслась к Парижу и его обитателям. А эту вазу преподнесли генерал-адъютанту графу Михаилу Воронцову, командующему русским оккупционным корпусом во Франции. Ставкой командования и местом дислокации русских войск был город Мабеш, своего рода столица русской Франции. Воронцов не только добился предельно корректных отношений между местными жителями и военными, но и проявил благородство иного рода. Защищая честь русского мундира, он оплатил долги своих подчиненных, когда корпус покидал Францию. Ценой собственного разорения он выплатил немыслимую по тем временам сумму – полтора миллиона рублей ассигнациями. Ныне артефакты Отечественной войны хранятся в оружейной палате, в их числе складень генерал-поручика Савина. Икона оказалась единственным предметом, уцелевшим в доме генерала во время грабежей и московского пожара. Здесь же золотой кубок, преподнесенный Петру Валуеву его подчиненными. Валуеву мастер вывел в образе пеликана, кормящего своих птенцов – символ бескорыстия, благородства и жертвенной любви. Он дождался открытия оружейной палаты, которую спас. Но как только ушло напряжение времен эвакуации, навалилась тоска о потерянном сыне и уничтоженной Москве. 4 июня 1814 года, 73 лет от роду, Петр Валуев умер. Его подчиненные на руках пронесли гроб с телом в Новодевичий монастырь, на кладбище которого его и похоронили. С уходом Валуева дело всей его жизни не оборвалось. В 1851 году оружейная палата переедет в новое здание, построенное Константином Тоном. Во время Великой Отечественной войны переживет вторую в своей истории эвакуацию на Урал, а в 1960-м войдет в состав государственных музеев Московского Кремля. Собрав в своих залах уникальные произведения русских серебряников, памятники оружейного мастерства, редчайшую коллекцию старинных экипажей, образцы древнерусской одежды, государственные регалии и военные награды, оружейная палата вошла в число самых посещаемых музеев мира. Это было бы невозможным, если бы в августе 1812 года усилиями небольшой группы людей не была бы проведена уникальная операция. Первая в истории страны эвакуация музея. В ту пору совершенно неприметные события на фоне чудовищной войны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»